Жильцов дома на юго-востоке Москвы эвакуируют после хлопка газовоздушной смеси Ну все как всегда, газовоздушные смеси хлопают Вообще это взрыв называется, хлопок Ребенок получил ожог глаз в театре в центре Москвы Ну призрак оперы, честное слово Какой-то я уже говорил, ребенок 12-летний сидел в театре А ему в глаз светили какая-то женщина, как он утверждает, светила лазером Ему в глаз сожгла нахер глаз ребенку Вот, это что творится В Дагестане 30 школьников обратились в больницу с пищевым отравлением Я так понимаю, что в Дагестане это вообще норма Обратите внимание, поют людей там из-под крана течет хер знает еще Травятся пачками, в школах кормят хер знает чем Ну возможно из этой воды что-то варили Может быть продукты питания ужасные То есть в Дагестане это уже чудовищные размеры отравления людей приняло Фельдшер свернул шею пациенту в Санкт-Петербурге Приехали, на вызов приехала психбригада Ну что-то там пытались утихомирить пациента В результате, как вот тут написано Он применил по отношению к нему силу в попытке успокоить И намеренно свернул им ушей Ну не намеренно, наверное, нечаянно После этого пациент скончался Прикольная скорая помощь В Новосибирске глыба льда упала с девятого этажа на авто с людьми Только что падала просто на авто Да, теперь на авто с людьми Молодой человек и девушка не получили серьезных травм Медики впоследствии диагностировали у них ушиб мягкие ткани Ну это очень сильно повезло Говорит, не повезло Это повезло, что упало, но не прибило Россиянина Валуева приговорили к девяти годам за госизмену Кто такой Валуев, мы не знаем Во чем его обвиняют, тоже не знаем Потому что все это секретно Секретный суд, секретное обвинение Адвокат, который расписался Секретный, который расписался за секретность Да, и все секретно То есть мы знаем, что, блядь, кого-то посадили за девять лет И сказали, что он госизменник Все Дядя Слава, а разве идея народовласть не максимально реализована в Швейцарии В них все законы выносит на референдум Президент коллективный из шести человек А парламент носит технический характер Парламент есть? Есть Правильно? Президент контролируется каждую секунду Непосредственно, там при помощи видеокамеры Есть открытость, полная открытость Есть полное отсутствие тайн И так далее Тогда это не может быть народовластия Как может народ осуществлять народовластия, если он не надзирает? Кто осуществляет власть, тот надзирает всегда Или имеет какую-то надзорную систему, надзорный орган Власть самодержится, понимаете? Он всегда имеет надзор в виде какого-то прокурора Ока государева Так вот, не может быть народовластия, если народ не надзирает Значит, власть будет в руках того, кто надзирает Просто там есть определенные, так сказать, обычаи Определенные условия создались в течение долгих столетий Пока там все это развивалось Ну, может быть, Вильгельм Тель Как бы задал тот импетус Субтитус